Полностью он говорит то, что я думаю. Я даже не знаю, что задать, какой вопрос. Сколько ригов нужно хотя бы на одном проекте сделать? Два рига и одна кошечка. И зрители же сейчас думают, что три кота – это три рига. А как ты быстро освоил Хармону? 20 лет примерно. Да ладно. Как? Маски, конечно, не 20-летние. Тоже замечаешь, да? Забудут анимейт, забудут, что они в фотошопе когда-то рисовали. Забудут Майю. Очень оптимистично, конечно, сейчас для слушателей. Ребята, как интересно сегодня было слушать. Всем сквош и стретч. Вы слушаете 52-й выпуск подкаста «Кто здесь аниматор?». И с вами сегодня профессиональные аниматоры. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград». С нами, как всегда, Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации и Мирбек Имаров, операционный директор школы анимации. Партнер подкаста «AnimationSchool.ru». Напомню, что здесь мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из индустрии, задаем им сложные и простые вопросы. И сегодня у нас в подкасте замечательный гость. 2D-аниматор, риггер, член Союза художников. В России за его плечами театральное училище, Московский госуниверситет печати, курсы в Британке. Работа в таких студиях, как «Союзмультфильм», «Петербург», «Мельница», «Артлайт», преподавание риггинга в «AnimationSchool». Он работал на таких проектах, как «Дракоша Тоша», «Приключения Пети и Волка», «Пиратская школа», «Крутиксы», «Простоквашина», «Трикота» и «Мури-прикле-прикле-ченихи». Илья Веськов. Привет, Илья. Привет, ребята. Всем привет. Всем привет. А сейчас по традиции первый вопрос задает Андрей Тренин. Да, как обычно. Но в этот раз я хочу вопрос немножко сформулировать по-другому. Не просто расскажи о себе. Илья, ты сейчас один из самых востребованных риггеров по 2D-анимации в Тумбум. И ты когда шел в профессию, ты думал о риггинге или изначально хотел быть просто аниматором? Интересно узнать, как строилась твоя карьера, как ты ориентировался по пути и какие решения принимал? Мне именно интересно это с точки зрения профориентирования. Можешь ответить? О, у меня такая история получилась. У меня очень окольными путями произошел этот путь, скажем, в риггинг, в анимацию. Но надо начать с того, что я уже не такой уж и пожилой я имею в виду, но уже как бы это уже за 40. И когда я был маленький, не было таких профессий. Сложно было себе представить, что будут какие-то компьютеры на столах, какие-то телефоны, что можно будет мультики делать как-то вот так вот в каких-то домашних условиях. Или просто сложно было это себе вообразить даже. Поэтому, соответственно, все эти, скажем, мысли по поводу анимации, такой вот, как она в нынешнем виде выглядит, они пришли уже в осознанном возрасте. То есть, это уже, наверное, когда за 30 было. Но анимация была хобби, скажем так. Был интерес всегда. И началось это... Сложно сказать. Наверное, в детстве я просто вырос в художественной среде. У меня оба родители художники, всегда рисовал. При этом я никогда в художках не учился. У меня в этом смысле не было забитого какого-то вышкаленного образования. И театралка, она тоже художественно-бутафорское отделение, она тоже давала немножко другие представления об искусстве, о творчестве. То есть, это и куклы, это и какие-то предметы, пропс, так называемые, бутафория. Вот это все. Реквизиты. Ну, и рисование. В Москве уже это навыки какого-то рисования такого именно книжного были. То есть, иллюстрации. И надо сказать, что откуда-то эти ниточки тянулись из детства, наверное, так потихонечку. То есть, я любил какими-то заниматься не рукоделами, скажем, как-то кукол делал, шил, какие-то театры себе устраивал. И родителям тоже. И вот такие вот вещи как-то были, всегда преследовали. И получается, рост вместе с технологиями. То есть, как технологии развивались, так и теоретики. Получается, что да. Получается, что да. И это было интересно тут наблюдать вот эти заминки, когда уже есть технология, но нет, например, специалистов каких-то. Чтобы нет единомышленников. Я про это, наверное, попозже еще расскажу. Я сейчас мысль подведу просто до конца. И по поводу творчества, наверное, можно сказать, что первый я, когда Тунбум взялся и что-то в нем сделал, это был диплом в Московском университете печати. То есть, основное было задание, это была книга Франсуа Вион. То есть, я врезал из дерева гравюры, делал верстку. То есть, такое оформление издания было. И книжечку такой вот этот макет представлял как основное задание. Вторым заданием я взялся, наверное, первый, наверное, кто вообще дерзнул, скажем, в полиграфии вообще мультики делать, наверное, до этого никто не делал. И в Тунбуме, ну, это Тунбум Студия была еще тогда, программа, сделал такую короткую анимацию тоже на тему Виона. Там какая-то тюрьма, там мается какой-то узник. В общем, такой. И все сделано в духе такой вот ксилографии, такой резной гравюры с кучей стрижков и всего прочего. И это вот первое, что вот как-то я так это выдохнул. До этого были попытки там что-то свое какие-то делать. То есть, ну, просто изучал, скажем так, вот этот материал. Потом была довольно большая пауза, поскольку я работал по профессии. У меня была, значит, и диплом, и профессия, специальность графического дизайнера. Я занимался в полиграфии, в рекламе. Делал в фирменной стиле, то есть, тоже большой. А какой год примерно дизайнер был? Ну, это, наверное, где-то начиная с 99-го и, наверное, год по 18-й. То есть, я вот еще в 18-м году, у меня еще были какие-то заказы. Я еще работал даже на постоянке дизайнером. Потом я все-таки эту лавочку закрыл, потому что очень разные вещи приходится делать, совмещать. Это невозможно, по большому счету, если это нормально делать. Если особенно на проектах, особенно на нервных проектах, там надо, конечно, пульс держать. Поэтому пришлось расстаться с граф-дизайном. То есть, было такое некое даже выгорание в какой-то момент. И я просто к этому шел, наверное. То есть, все как-то естественно, само собой. Твой первый кризис был, да? Ну, я не сказал, что это кризис был. Но вот эта дилемма была разрешена уже однозначно. То есть, все дозрело до того, чтобы все это произошло. То есть, все сложилось как бы. Просто обычно как бывает. Ну, то есть, после кризиса происходит какой-то новый скачок эволюционный в профессии обычно. То есть, если проходит примерно около 10 лет в профессии, и после этого начинается новый какой-то эволюционный этап. Об этом, я помню, на CG-евенте рассказывали, делали такой анализ, как бы срез всех профессионалов. И примерно после 10 лет все становятся там аниматоры, там режиссерами становятся. Вот в твоем случае это примерно такой же период по времени прошел. Ты имеешь в виду анимацию? Нет, вот ты говоришь, занимался дизайном. Занимался дизайном, да? И сколько ты им занимался примерно? Ну, я им долго. Я зануда. Я им занимался долго. Ну, получается, у меня просто в дизайне тоже там менялись профессии. Как бы так. То есть, я был и в издательствах ретушером, цветокоррекцией занимался, версткой занимался, занимался вот последней. Это был дизайн такой графический, больше с логотипами, с фирменными стилями работа была. То есть, там какие-то сферы менялись. Единственное, что мне не хотелось заходить, куда что-то меня всегда отталкивало это 3D. Ну, не мое, просто я как бы... Отталкивало, да? Ну, я не то, что не отталкивало, как бы, ну, вот нет, не сопляло меня. Хотя тогда эта волна была где-то, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х. Там вот уже как-то компьютеры стали доступны, это все можно было там, диск какой-то пиратский купить и что-то пощупать, какую-нибудь Майю, там, третья версия. Ой, не Майю, это этот... Это Макс? Да-да-да, какой-нибудь там. И тогда вот эти вот стали вот эти диски. Вот на каком-то диске я нашел вот эту Тунбум. Вот. Я что-то ее покрутил, и мне понравилось. То есть, я как-то так это интуитивно, мне показалось, что она прикольная. Вот. И стал эту тему изучать. Это вот, ну, наверное, начало 2000-х было. Вот. И еще началось все это с, скажем, такой был момент. Где-то я в полиграфе бегал, где-то в выкладке лежало приглашение на, не знаю, как это называется, семинар, презентация программы Тунбум. Вот. Где-то в ГИКе в каком-то там филиале в какой-то там в этой комнатке, значит, собрали кучу каких-то энтузиастов там, кто там хотел. И канадец на английском презентовал, в общем, эти программы там. Было две программы. Была Тунбум у них, Тунбум студия такая была на базовой. Ну, можно сказать, что она детская такая. Но тогда она превосходила даже во многом нынешний вот этот анимейт, который сейчас есть у нас, флеш, вот этот бывший. Вот. Уже тогда она была очень крутой. И при этом была еще программа, которая, по-моему, тогда называлась Opus. Вот. Профессиональная такая. Прямо суперпрофессиональная. И вот она уже там прям вот для студий чисто была. Вот они вот эти технологии привезли. Там мы все посмотрели это все делали. Ну, там вот кто-то из студий каких-то там, девчонки какие-то были. Потом они мелькали еще. Потом я на всяких фестивалях их встречал. Девчонок запомнил. Да, девчонок запомнил. Получилось так, что вот я как-то это... Ну, мне было интересно просто с точки зрения как-то вообще. То есть, я тогда уже немножко попробовал флеш и вот тунбом. И вот этот вот алгоритм, то есть, рисование самого вот этот вектор, такой вот чуткий очень и такой вот и векторизация, вернее, ну, как бы вот растрирование вектора, когда оно делает антиалиасинку такой мягкий там на результат такой получается рендер очень такой приятный. Чего не было у флеша, да. И флеш мне вот до сих пор как бы вот в плане рисования, в плане каких-то вот таких вот простых решений он иногда, ну, напрягает на самом деле. Вот как-то сразу... Как раз хотел спросить про флеш. Теперь ты сам ответил на него, да. Ну, вот. Ну, я с уважением к флешу отношусь, но изначально вот в чем как бы прелесть у Тунбума, то что Тунбум все-таки делся продукт для анимационной индустрии изначально. Флеш – это все-таки инструмент для разработчиков был, в котором можно было порисовать мультики. То есть, я бы так сказал. Потому, что был тогда бум на флеш именно как инструмент, в котором делались какие-то сайты, приложения, да. Вот эта вся красота презентации и так далее. То есть, он занимал нишу, которую сейчас занимают всякие эти аппликейшены в наших смартфонах. То есть, вот эти все штуки. Тогда вот он царствовал. Ну, сошел на нет. И, соответственно, как бы вот эта вся эта стихия тоже куда-то вот она немножко подрастворилась. То есть, разработки уже ушли немножко в другие сферы. И сайты стали по-другому уже. HTML5 тоже там выбил. Как бы флеш много хлеба отнял, я думаю. Но, как бы вот если говорить, например, о том... Про Harmony спросим тогда, да. Вот вернемся к Harmony. А как ты быстро освоил Harmony? То есть, это тебе бесплатно далось или ты потратил какое-то количество... 20 лет примерно. Да нет, на самом деле... Очень оптимистично, конечно. Сейчас для слушателей. Понимаете, я как бы... Это современная молодежь. Я думаю, что это не про них уже. Потому, что я, к сожалению, оказался в такой ситуации, когда не было ни Ютуба. То есть, когда я это принялся изучать. Не было каких-то, не знаю, там книг. Не было ничего. Даже по анимации не было книг. Просто вот тупо взять, где-то купить студенту на каком-то Озоне, Амазоне. Это тоже было нереально. Потому, что у нас очень мало было переводных книг, которые вот такие культовые. Своих книг тоже мало было. Чисто я имею в виду по анимации. А по инструментам-то вообще ничего не было. Невозможно было найти. И были какие-то вот у них сайты. На сайтах были коротенькие видосики с презентациями. И вот по этим видосикам я начинал учиться. И это было с 2000 года, наверное. Слушай, а ты один изучал или с кем-то? То есть, у тебя был кто-то? Проводник какой-то? Или, может быть, друг, с которым вы вместе это ковыряли? Нет, нет. Вот по поводу... У меня какие-то вымысленные друзья, наверное, были. С кем я так с собой разговаривал. Нет. Это же интересно. Винни-Бог, Пятачок. Был момент. Это году в 2013-м появился YouTube-канал. И это я просто уже крик такой был у меня, когда я пытался найти единомышленников. Потому, что я понимал, что есть люди, которые что-то в этом разбираются, допустим. Есть люди, которым это интересно. Ну, и меня что-то какие-то тоже, как мне казалось, тогда у меня какой-то был опыт по программе. Сейчас, конечно, это смешно вспоминать. И канал у меня, конечно, там загнулся. Но он имел, скажем, такую цель. Просто найти круг общения. И он со временем сформировался. И благодаря ему я стал получать какие-то проекты какие-то в работу. Что-то мне стали доверять. Какие-то сценки поанимировать. Иногда сразу молча уходили разворачивались. Иногда там давай поработаем. Слушай, а из-за рубежа приходили заказы какие-то? Были. Но там какие-то, скорее всего, частные такие были. То есть, это не были студийные какие-то вещи. Это были частные заказы. В основном, какого-то презентационного плана работы были. И как бы сейчас по нынешним меркам, может, наверное, все это критика не выдержит никакой. Но опыт был хороший, надо сказать. А сейчас заказы приходят из-за рубежа? Сейчас уже в ближайшее время? Ты знаешь, у меня как бы сложилось так, что у меня российских заказов хватает. И я даже не рыпаюсь. Не потому, что это не хочу, а потому, что не хочу. То есть, объем запросов большой, да? Тут очередь просто. Ты не посмотришь, что-то сейчас творится. Давай сразу спросим про Россию тогда. Давай. Много вообще сейчас работы урагеров России? То есть, потребность. Ты говоришь, очередь. Это только у тебя или в целом в индустрии так? Ну, я думаю, что здесь рынок все-таки насыщается потихоньку специалистами. То есть, есть самородки, которые сами тоже как-то вникают в это дело. Потому, что сейчас больше открытой информации. Я-то минутный ролик и мануал на английском. Вот вся моя наука была. Сейчас YouTube, сейчас комьюнити развитый очень. Вот я канал в Телеграме. Порядка двухсот с лишним человек. Там не все ригеры, скажем так. И продюсеры есть, и аниматоры. Ну, коллектив большой. Ссылочку дашь нам тогда? Мы его запостим тоже. А я думаю, ты знаешь, что я... По крайней мере, ты должен там быть. Хорошо. Я надо вспомнить такую. И сейчас обрести какие-то первичные навыки, скажем так. Как открыть тунбум. Как кнопочку какую нажать. Что за окошечко. Что там за ноды такие. Все это уже, в принципе, на виду. Но это не требует, конечно, тех усилий, которые были в моей бытности, в молодости. То есть, сейчас процесс обучения происходит быстрее. Сейчас уже есть возможность просто, опять же, онлайн-школам благодаря получать образование. Я очень рад. То, что я у вас получился у Ирины Голиной. Это для меня, конечно, тоже был момент такой очень важный в жизни. Ну, раньше этого всего не было. То есть, понимаешь, ситуация такая. Вакуум? Вакуум был. Ну, вот хорошо, кстати. Давай здесь тогда про преподавание вопросик тоже закину. Погоди секунду. Я по поводу... Давай. По поводу ригеров работы. Рынок насыщается. Но надо понимать то, что качество людей... Я имею в виду не людей. А я имею в виду качество навыков каких-то рабочих. Там оно очень разное. То есть, и бывают разные задачи. Попроще, посложнее. Ну, и, соответственно, набираешь людей иногда в команду, которые делают круто, делают попроще, делают. Только начинают, и ты их учишь как бы. И они готовы за еду, лишь бы научиться. Но тут такой момент. Это все меняется. То есть, меняется рынок, меняется количество специалистов. То есть, тут можно мониторить как-то. Я, честно говоря, вижу, что людей прибавляется. Но и проектов прибавляется, надо сказать. То есть, запускаются новые какие-то стартапы. То есть, в год у меня 2-3 стартапы. Это вот через меня проходит. Люди запускают новый сериал. Или переходят с флэша на Тунбум. Нужно прокачать команду на эту тему. Ты уже сам, получается, транслируешь вакансии от себя. То есть, у тебя приходит проект. Тебе нужно с ним справляться. Да-да-да. То есть, я... Есть какие-то... Потому что я сначала у меня думал, я один буду все делать в России. Там все риги. Но потом понял, что это невозможно. Просто реально... Один проект хорошо тянуть, два уже тяжело. Три вообще нереально просто. А сколько один проект ригов примерно? Сколько ригов нужно хотя бы на одном проекте сделать? То есть, как это исчисляется? Слушай, проекты разные. Полный метр у трех котов был. То есть, что там порядка 120 ригов было. Но они не очень... Да-да. Там массовочки всякие. Там итерации были этих малышей. Всех вот этих папа-мама какие-то были. И были... И зрители же сейчас думают, что три кота – это три рига. Да, я тоже подумал три рига. Два рига и одна кошечка. Да-да-да. Слушай. Круто. Ну, ладно. Это очень супер. То есть, сейчас здесь резюмнен. Получается, у тебя путь был через рост технологий. Да? То есть, ты был дизайнером, потом ты стал аниматором, потому что тебе сильно нравилась именно векторная графика и анимация. То есть, ты целенаправленно, в принципе, опираясь на технологии, выстраивал свой путь. И сейчас ты находишься в том моменте, когда у тебя очень много заказов. И ты даже, в принципе, можешь набирать себе команду для того, чтобы еще больше делать. И потребность все еще растет. Ну, тут не то, что я такой хитрый, что я прям вот все рассчитал, конечно. Ну, получился довольно окольный путь. Я бы сказал, что, наверное, сейчас было бы это все проще. Ну, ты отвечал своему времени просто, да? Была технология, ты ее освоил и так далее. А скажи, вот, кстати, мы вот не понаслышке знаем, что, когда ты преподаешь, ты еще лучше начинаешь разбираться в своем ремесле, к примеру. Вот тебе это помогало? Ты вот сейчас преподаешь у нас в школе, да? И в других еще учебных заведениях. Скажи, насколько это ускоряет на самом деле? Это помогает? Тебе помогало изучать еще глубже свой инструмент? Слушай, ну, во-первых, приходят очень разные люди, да? Вот у меня был Дима Посохин такой. Вот он сейчас супервайзером в Союзмундфильме. Вот я у него немножко учусь, так сказать, до сих пор там премудростям скрипта, да? То есть, Ява-скрипт, то, что у меня вот это просело, так сказать. Я слишком гуманитарный, видимо. Я как бы не парился по этому поводу, вот. А когда работаешь софтом, там все-таки разработка имеет значение, да? То есть, какие-то навыки программирования все-таки нужны. И сейчас это немножко тяжело. Ну, в силу просто как бы загрузки какого-то, может быть, уже мозги, конечно, не 20-летний человек, но... То есть, со скрипом... Ты тоже замечаешь, да? Да. Ну, есть нюансы, поэтому... В общем, да. Это вот такие вот моменты бывают. Бывают моменты, когда люди, например, что-нибудь где-то что-то или подсмотрят. Где-то в интернетах этих насмотрятся. Или чем-нибудь сами состворят своими руками, просто ради эксперимента. Или просто не зная, как должно быть правильно. Или как вот по канонам каким-то там. То есть, есть определенные правила, да? Да. В стране Рига. Давай здесь поподробнее, кстати. Интересно. Я имею в виду то, что я договорюсь. Как происходит вот это вот мое обучение в этом во всем. То, что люди, совершая ошибки, они создают какие-то вещи нестандартные. И вот эти нестандартные вещи, они бывают очень интересны. То есть, это ошибочное решение может быть, но оно может быть очень прикольно сделано. То есть, там же конструктор такой. То есть, ты можешь как угодно делать. И какие-то вот эти неожиданные, совершенно наивные решения, они бывают очень крутые. И на некоторые вещи можно даже кроясь в копилку. Кто-то там что-то одно посмотрит, кто-то другое. И все это, конечно, в рамках курса иногда всплывает. Кто-то делится своим опытом, кто-то еще что-то. Ну, вот по чуть-чуть, но что-то, да, добавляется. Добавляется. Это факт. И тренды какие-то тоже улавливаешь. То есть, люди там... Просто нет возможности осматривать все то, что как бы публикуется в интернете. Даже вот те каналы, которые я люблю и на которые я подписан, я не успеваю там осматривать. Потому что многие вещи... А поделишься каналами, кстати? Как тебе это сделать? Сейчас прям на диктах? Нет-нет-нет. Потом, после подкаста я тебя спрошу, мы их выложим. Хорошо, хорошо. Это каналы на Ютубе или телега? Что это такое? Нет, это Ютуб. То есть, это такие образовательные какие-то... Кто-то там самородки всякие ведут свои какие-то каналы. Довольно популярно объясняют. Но в основном все на английском, конечно. То есть, на российском тоже Ютубе что-то появляется. Но я вот их мало кого видел. Там какие-то отдельные есть. Проблема ведь Ютуб-канал в чем? То, что там люди фичи рассказывают. Вот там какую-то прикольную приколюху какую-то сделать в Тунбуме. Вот она и рассказывается. А там ведь очень комплексные вещи решать приходится. То есть, это проектирование по большому счету. И к нему приходится как к проектированию относиться. То есть, там такая инженерия должна быть определенная. При этом это все нужно иметь в виду, согласовывать с с какими-то сроками, с какими-то бюджетами и так далее. Об этих вещах никто на этих Ютуб-каналах не рассказывает. Все радуются, какие там ноды красивые, как они себя ведут. И как все это заряжается в нодовой структуре. Поэтому там польза есть, но до определенного момента. То есть, потом наступает реальность, которая уже собственные шишки набивается в этой индустрии вовсе. А ты работаешь по определенной структуре? Или у тебя какие-то есть стартовые такие, начальные, уже подготовленные вещи, от которых ты бляшешь, например? С структурой Рига ты имеешь в виду? Ну, наверное, да. Но какой-то порядок в работе есть, который стоит все-таки которого придерживаться, чтобы не наступить на грабли, так скажем? Ну, есть решения, которые обсуждаются в самом начале проекта. То есть, тут ведь какая особенность. То, что Риги можно еще по-разному собрать, одного и того же персонажа можно сделать с констрейнами, можно без констрейнов, можно на деформерах, можно на пегах собрать. Ну, вот те элементы управления, которым все это двигается, они могут быть разные. Их можно комбинировать, их можно наворачивать по-всякому. И тут изначально просто на берегу, пока вы общаетесь с художником-постановщиком, с продюсером, вы должны договориться о правилах игры нить. То есть, какая нужна структура, какие запросы, желательно элит-аниматор подтянуть за уши, чтобы он хотя бы там хоть как-то... За уши. А если онлайн? Ну, за онлайн уши, там чего же делать-то. За аватару. И вот тут, главное, вот эта внятная такая прорисовка вот этого будущего проекта, деталей каких-то, она во многом потом избавляет от мучительных переделок, от недопонимания и всего прочего. То есть, ты помогаешь, в принципе, даже ТЗ грамотно сформулировать заказчику, да? Да, да, да. В смысле, есть уже какие-то тоже наработки, наверное, да? Да, есть. Но раньше, понимаешь, еще лет пять назад люди тебе полностью доверялись, и ты еще сам дурак, еще не все как бы можешь там проанализировать, особенно это и когда это нужно масштабировать там в рамках проекта всего, да? То есть, количество ригов растает, их там сложность может вырасти и так далее. И, то есть, риг-то сделать несложно, а когда вот на проект нужно зарядить там пару сотен, вот это да уже, вот это уже интересно. Какие оценки, кстати, можешь поделиться? Примерно хотя бы там плюс-минус. За один риг, примерно. Такой несложный, ну, я не знаю, там, из какого-нибудь мультфильма. Там Макот Батроскин, например, там. Слушай, ну, я могу тебе просто вилку рассказать. Это все тоже меняется. Но простые там риги, они вот могут там четыре-пять тысяч стоить. То есть, это такие вот... Ну, они делаются за день, там, заполни за день. Ну, заполни, это я засоврал, ну, денечку-то там повозишься. Ты можешь и неделю это делать, конечно, но тут вопрос вот этой рентабельности. Есть риги, которые там и под сотку доходят. То есть, там... Под сотку? Да, ну, ты проводишь с ними месяц или полтора. То есть, тут вопрос такой, ну, как бы стратегии какой-то определенной. То есть, вопрос сложности рига, вопрос количества библиотек, вопрос какой-то механики. На тест кто что-то может повылать. А какие-то авториги есть в Тумбум? Как вот в Мае, например, есть авториги? Слушай, ну, вот сейчас такая уже тут много тертых ребят. Вот тоже там Дим, Посохин, он как разработчик очень хорошо разбирается как раз в программной части. Вот у него какие-то есть свои какие-то идеи по этому поводу. В России работает? Да, он вот... Можете даже у него какое-нибудь интервью попробовать взять. Он довольно интересный такой, с хорошей речью и довольно неглупая в плане вот этих вот вещей. Можете что-то тоже поведать. А я могу сказать... Так, что-то я сбился. Про авториги. А, про авториги, да. Я пользуюсь не сложными вот этими вещами, потому что в это нужно вникнуть. Ну, лично мне еще, да. То есть, с этим надо повозиться еще. Потому что, ну, это эксперименты, это надо вот сидеть и вкуривать мануалы все эти вот по Ява и чисто Тумбумовские по Яве, потому что они там урезаны. Это такая Ява своеобразная очень. Поэтому надо ее там как-то так в голову укладывать с особым образом. И я делаю просто шаблоны. То есть, вот что выручает, это шаблон. То есть, заготовки структур под разные. То есть, сразу там на констрейнах, сразу на деформерах, сразу на чем-то, на пегах. Вот это уже такой подспорье, который, ну, освобождает тебя, если так брать в сумме, да, то может там и неделю сэкономить, если речь идет о сериале, где там куча всех этих персонажей, допустим. Есть какие-то мелкие, там более такие вот заготовки, там не структуры целиком персонажа, а там какие-то детали, там композ какого-то хитрого, там какой-то тени, света, там констрейн какие-то дополнительные как добавляются. А что такое пеги? Что-то я не понял. Пеги, ну, такие пины, скажем, ну, представляешь, автоэффект, может быть, нуль объекта, вот, если кто-то знает. Ну, просто такая штыречка, которому цепляется рисунок, грубо говоря. Этим штыречком ты его... Ну, пивит, да. То есть, ты им вводишь этот объект, трансформируешь, крутишь там и так далее. Поэтому, ну, вот, да, шаблоны – это наше все. Круто. Ну, а какие железяки нужны для работы? Я перебил кого-то, нет? Я смотрю на себя, и я вижу, что я в камере улыбаюсь. И, наверное, слушателей непривычно, что я молчу. И я сейчас заметил за собой, что я слушаю Илью, и полностью он говорит то, что я думаю. И я даже не знаю, что задать, какой вопрос, потому что, во-первых, началось с того, что рисующие родители, нет художки, дизайн, телевизионный дизайн. То есть, моя жизнь. Он мою жизнь рассказывает сейчас. Так приятно слушать, так тепло, здорово. Интересно, как бы мы общались, наверное, по-другому, если бы мы сидели в офлайне. Да кого вы устроите этот слет аниматоров? Ну, мы ждем, ждем шансов, конечно. Ой, да. Да, я думаю, на следующий год мы все-таки запустим проект слет аниматоров и сделаем в итоге. Так не хватает. Ну, ладно, тогда давайте вернемся к железякам. Расскажи, какой компьютер нужен, если я решил, например, пойти в РИК, что мне нужно? Может, прикупить или как-то оборудовать свое рабочее пространство? С компьютером проще, скажем так. Потому что есть вот такая градация, я для себя ее как бы установил в плане железа. Вот РИК, раскадровки. Там требования минимальные по железу, скажем так. Я сейчас конкретизирую. Следующее будет то, что действительно так нагружает. Это уже анимация, когда нужно рендерить, когда нужно крутить ключи эти все и так далее. И уже топчик такой, это когда все это еще композом посыпается сверху. Потому что в Тунбуме там есть возможности... Вот так вот, да? Композ? Да, да, да. Снежинки. Насыпьте мне. И вот это уже где нужно действительно требовательно железо какое-то, вернее, железо, которое вытащит всю эту ситуацию. У меня стоит, чтобы не соврать, там какой-то китайский вот этот Хуанан, извините. Как? Как-как? С каким-то там серверным процессором, наверное, годы 2016-го, наверное. Но, правда, там много этих ядер у него, но он, конечно, не вот уж прям такой последний распоследний. 32 оперативки. Тоже там DDR. Ну, DDR-4, правда. То есть, у меня... Андрей, наверное, имел в виду подтекст такой, что студентам, которые идут на обучение 2D-реггингу, насколько рассчитывать на мощность своего ноутбука, который купили родители для того, чтобы научиться? Я думаю, что даже Селерон, наверное, справится с задачами. Вопрос, если, конечно, в промышленных масштабах, тогда, конечно, надо о чём-то думать. На учёбу хватит и простого какого-то офисника такого несложного. Дело в том, что просто Риги, там очень мало рендера. То есть, там вся жесть начинается, когда рендер. Когда нужно всё это сложить уже в сцену, добавить фоны растровые, всё это дело прокрутить. Вот там уже тяжело. На Риги там нет таких запросов. То есть, можно собирать, в принципе, на таких... То есть, Harmony нагружает тачку при рендере. Это не так, как флэш. Мне кажется, там можно тоннами складывать. Ещё и подменять эти символы. Сначала каким-нибудь низкорастровой картинкой туда подкинул большую. Потом это всё в СВФ вывел. И всё на компост готово. Вот так вот, чтобы всё получилось. Harmony нагружает при рендере тачку? Более прожорную. Ну, да. То есть, он как бы... Есть сцена. Просто сейчас это ещё все же такие сталь красоты выдавать. Там эти... Такие постановки кадра делают. Такие там эффекты. И всё. И всё. Хотят сразу в тонн-буме. Пытаются всё это как бы весь пайплайн вывести. Всё на тонн-буме остановить. И, конечно, финальные рендеры, они тяжёлые. Из-за этого, к сожалению, когда особенно цветнот какие-то, очень тяжело отследить всякие нюансики, которые вылезают там, а не где-нибудь то там. То есть, там какая-нибудь полосочка, глюки, глички какие-нибудь мелкие. Вот здесь супервайзинг нужен очень хороший. Именно следить за этими вещами. Ну, и, соответственно, и железо тоже должно быть такое, чтобы это делать быстро просто. Он тут, в принципе, и Селерон отрендерит, я думаю, когда-нибудь. Но я думаю, что тут всё-таки надо подстраховаться и что-нибудь всё-таки топчик какой-нибудь взять под это дело. А вот сразу под софт вопрос. У меня всё крутился, крутился. Говорят, что флэш умер. Как? Можешь ты сказать, что умер флэш или нет? Вот какие перспективы распространения Harmony в России, допустим? На ближайшие... Нелегальное распространение. Какие тут перспективы-то? Ну, вы знаете, флэш... Флэш, он как бы хорош. Вот. Чего не говорил, у него есть вот эта вот милая такая история, которую я тоже люблю. То есть, как бы он параллельно шёл со мной, и так он параллельно идёт. Я иногда просто веду какие-то занятия для детей, просто просят иногда какие-нибудь продлёнки у кого-нибудь. На флэше я им показываю, им проще объяснить. То есть, он такой как бы более простой, что ли, в интерфейсе. Ребёнок правит. Ну, да. Я думаю, что вот она для того, чтобы войти, так вот, осмыслить всё это дело, она, конечно, проще программы. Она, в принципе, лёгкая. Вот в чём было преимущество флэша в начале 2000-х? То, что можно было сделать мультик и выложить его. И это можно было даже по модему сделать, по этому, который... Диалаб, там, пищал, кто-то это всё было. А если ты делаешь в Тунбуме, то ты можешь и не выложить то, что ты сделал. То есть, у тебя такая дилемма-то была. Ну, потому что Тунбум изначально профессионально более такой, как программа была. Ну, с появлением Ютьюба, с появлением каких-то вот этих всяких там порталов и всё проще, всё это стало не так проблемно, скажем. То есть, можно было обычное видео рендерить и в видео же и выкладывать. Вот это мечта была, конечно. Раньше просто технически было нереально немножко. Вот моя старшая учится в Союзмультфильме, и им задали задание сделать качающиеся хитрука упражнения, качельку два персонажа в Хармонии. А до этого она во флэше сделала и нормально. Говорит, в Хармонии сегодня задали в Хармонии. Я говорю, подожди, подожди, без меня не делай, потому что сейчас будет сложно. Она говорит, я сделала. То есть, я понял, что мы, как старые закалки, готовы к тому, что надо где-то рыться и искать туториалы, у кого-то чего-то узнать. 20 лет, не меньше. Раз и сделал за вечер. Я ни разу не разбиралась в интерфейсе, не пыталась, и сразу вслед за учителем упражнение было готово. Но на рендере таки споткнулось, потому что там начали какие-то полосочки появляться. Вот это да, точно помню. Есть нюансы в каждой программе. Но что я тоже детям обычно говорю, когда они берутся за анимацию, то что все вот эти программы, которые для создания контентов таких, они примерно одинаково устроены все. То есть, есть некая область, где рисуется и двигается все. То есть, камера там, окно камеры в Тумбуме, допустим, и окно дроинг, они поделены просто на два окна. Ну, суть примерно та же. Таймлайн. Тоже он отличается какими-то кнопочками и еще чем-то. Но принцип один. То есть, ты слева направо ведешь свое повествование и фиксируешь его ключами. То есть, все тоже понятно. Есть библиотеки какие-то. То есть, библиотеки с предметами и библиотеки с цветами. То есть, тоже это все вещь очевидная для всех программ по додому плану. То есть, какую ни возьми. Инструменты рисования тоже. Они кисточка, карандашик, заливочка в баночке и еще что-то. Это все вещи такие уже довольно привычные. К тому же, дети, они все-таки уже воспитаны гаджетами. Или гаджетами, как правильно. То есть, чтение иконок для них такое. Оно, наверное, более привычное. Более привычное. В отличие от нас. Где нам нужно мануал прочитать, чтобы понять, что это за иконка. Поэтому есть такое. То есть, сейчас... Ну, и молодым голову все-таки они быстрее развиваются. Тем более, пока ты думаешь, как же она будет в Хармоне делать, она пойдет и посмотрит, как это делается в Хармоне. Она просто найдет видео какое-нибудь и все уже узнает, пока ты там сомневаешься. Ну, вот, допустим, мы чуть-чуть уплыли от моего вопроса. На днях у нас был подкаст с Алексеем Веденским. И мы говорили про Toon Boom только Storyboard Pro. А мы сейчас как бы Toon Boom Harmony разговариваем. И бытует мнение, что скоро 95% аудитории исполнителей, то есть, работников, захватит. Toon Boom. Будут работать все Storyboard Pro, Storyboardисты. Забудут анимейт. Забудут, что они в фотошопе когда-то рисовали. Забудут маю. Мы 3D не будем сейчас это стрессовать. А насчет Harmony. Как ты можешь сказать, будет это дело проникать в производственную структуру? Давай не будем выходить за Россией. Вот в России в ближайшие пару лет. Тенденция очень такая была явно. В прошлом году, например, год назад тоже многие студии просто переключали проекты софт эффектс. Многие или большинство? Нет, большинство. Я же не владею информацией по рынку. Я же не занимаюсь такими исследованиями, скажем так. Но есть тенденция в то, что это происходит. Такие переквалификации определенные. И есть запрос на построение пайплайна в Harmony. Потому, что Harmony чем хороша? Тем, что она может сделать все от и до. Весь этот продакшн и даже препродакшн. То, что касается раскадровок. Все это. То есть, она может до постпродакшна сделать вот этот весь объем. Вопрос в специалистах. Вопрос в умениях каких-то определенных компетенциях. Но это будет, наверное, развиваться. Еще вопрос, чем будет удивлять нас Тунбум. Потому, что сейчас... Это мы уже так закидывал тему. В принципе. Вопрос искусственного интеллекта. Он уже стоит остро. То есть, уже наступает на пятки. Уже скоро всякие эти люди, которые концепты делают, они скоро без хлеба останутся. Потому, что там уже эти искусственные мозги уже намного круче. Пару лет, да. Пару лет им можно будет напрягаться. Здесь, в этой профессии, ну, вот если говорить про риггинг, ну, и про анимацию, наверное, тоже можно сказать, то, что там очень много рутины такой, которая, ну, такая прям, прям, вот, проявляет выносливость у человека, но по полной, да. То есть, там, ну, просто надо сидеть ровненько и кучу вот этих вот узлов двигать. Есть, наверное, какие-то вещи, которые, ну, можно просто упростить. Это можно скриптами делать. То есть, рутину какую-то, вот я там, что-то напишу, кнопочку, которая вот тебя сразу там пачкой какие-то вещи выполняет. И хорошо. Уже лучше, да. Наверное, будет такая тенденция, что просто что-то будет сильнее автоматизироваться. Какие-то. А ты сейчас сам нейронки какие-то используешь, может быть, в интернете? Слушай, ну, у меня вот это, у меня тут, это не Ардуино, а в Разбери есть, и там стоит Пайтон, и я на этом Пайтоне пытаюсь программку делать. Вот такой рисовальный вектор на чего-нибудь. И вот есть идея, конечно, туда впихнуть вот эту распознавалку чего-нибудь, картины каких-нибудь, и чтобы она вот могла хотя бы предложить какую-то конструкцию там или, ну, просто вот. То есть, обучать. То есть, нейронку связаться с твоим скриптом ты хочешь, да? Ну, условно говоря, да. То есть, чтобы можно было, например, показать картинку, чтобы он понял, что это антропоморфный персонаж, что он в стиле Дисней там, и дальше вот себе какие-то алгоритмы там вывел, допустим. Интересно, кстати. Ну, это же такие вещи очевидные. Вот если говорить там про Toon Boom, да? Несмотря на то, что одно и то же можно делать разными способами, но ты просто это, ну, в итоге можешь галочками выбирать, да? И просто какой-то вот шаблон его не готовить, а просто использовать ресурсы программы для этого, да? То есть, сразу просто расставив всё. У меня не оставляет мысль, почему Toon Boom не делает в Storyboard Pro, не прикручивает нейронку, генерацию картинки по тексту. Это ведь раскадровка. То есть, у нас в окошечке написано то, что должно быть нарисовано. И можно прикрутить это вообще хоть сейчас, чтобы Major не выдавала, допустим, 9 вариантов кадра, композиции кадра на выбор. А есть же сейчас эта разработка, где-то мелькала презентация. То есть, ты пишешь скрипт, текст пишешь, он тебе, значит, там, типа, ночь, костёр, и там, значит, он тебе 3D что-то это вот сразу. Да, но это ведь Storyboard Pro. Это вот прямо больше некуда только туда. Я жду-жду, ну, когда уже? Вот, ну, я думаю... Ты знаешь, мне кажется, вот это будет, наверное, такой момент, когда это сделает кто-то другое, скорее всего, потому что, знаете, вот, представляете себе, огромная компания, у которой уклад, у которой маркетологи там прикормлены, да, и так далее. То есть, они, ну, у них вот движение происходит определенным образом. Потом архитектура программы самая, она что-то не даст просто сделать, да, то есть, там, там же какие-то наяви, что-то там на C-шарпе сделано, вот. Ява с C-шарпом там скрестили, и вот это всё работает. Возможно, может быть, какая-то архитектура, может быть, логика программы, потому что там есть вещи, от которых просто начинает болеть шея, то есть, ну, просто очень как бы вот вязневшие в каких-то вещах, которые очень неудобные в программе, хотя вроде там всё, всё она прекрасная, но иногда просто тяжело становится. И тут надо, наверное, идти не от Тунбума, наверное, а просто вообще, ну, какой-то вот искать какие-то другие алгоритмы, другие какие-то способы создания, ну, вот, картинки, да, без вот этой процедурности такой вот определённой. Ну, вот, то есть... Мы уже попробовали на курсах прикручивать нейронку к генерации картинок, раскадровки, и очень успешно, очень здорово. И режиссёр, который рисует огурцы, просто будет счастлив использовать наш метод, когда у тебя реально не очень подходящая картинка, которую как бы художник, да, увидит композиционные какие-то огрехи. Но человек, режиссёр, который не рисующий, он будет счастлив пользоваться тем, что мы на курсе проделали. То есть, генерация карандашных рисунков по тексту сценария. Тут ведь какой вопрос? Тут вопрос, наверное, ну, как бы прививание культуры этой нейронки, да, потому что вот есть, ну, такое слово кинокартина, да, я за что люблю вот это, кинокартина. И вот хорошее там кино, оно чем и хорошо, тем, что ты как картину, да, вот кинокартину, там, не знаю, это, от Тарковского, там, взять, там, вот, вот, это кинокартина, там, Миядзаки, да, вот ты вот как бы понимаешь, как человек там всё это располагал, как оно там светится всё, что там, почему тень туда падает, как это поделено столбиками. Можно каждый кадр остановить и... Да, 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 то есть, это вот, ну, это сценичность, да, вот этот стейджинг-то, вот этот принцип. Так ведь можно ассетами мыслить. То есть, ну, нужно нам сделать, допустим, бой на мечах в стиле Тарантино, когда идёт снег, луна и две сакуры, да, и два нинза. Мы же не будем просить нейронку сделать прям весь кадр готовый, мы сделаем две сакуры отдельно, луну отдельно, двух ниндзи отдельно, падающий снег отдельно. И всё этот раз положил в картинку отдельные с этой, и получится в 10 раз быстрее. Ну, если про Тунбум, вообще-то, в принципе, в основном-то 99% это, скорее всего, сериальная такая вот история, да, где, ну, можно сказать, что это лимитированная анимация, да, что она как бы вот, ну, чуть попроще, чем какое-то там большое кино и арт-хаус, но в этом смысле да, то есть, я думаю, что какие-то вещи можно там прививать и пробовать всё это, и будет неплохо. Окей, давай немножко про нейронки мы тут всё поняли, или ещё нет? Ну, ещё ничего не поняли, ещё надо пробовать, что-то будет, только размечтались пока только. Пока размечтались. Ну, я так понимаю, ты всё равно хочешь склеить нейронку со своей разработкой в Python? Ну, я бы, да, просто мозги на другие, конечно, я как гуманитарист, и мне, конечно, это очень тяжело даётся, мне, наверное, надо нейронку самому себе ещё, чтобы это делать. То есть, это такая вещь. То есть, тебе нужен программист тоже, да, который нейронками занимается? Ну, да, разработчик, конечно, не помешал бы тут в плане просто хотя бы... Помощь, да? Как бы мышление того, которое нужно. А вообще, как у тебя твой день вообще устроен? Ты только фрилансом занимаешься, и на студиях, я так понимаю, ты не сидишь, ты в основном у себя дома работаешь. Как вот твой распорядок дня? Как риггер работает тут, интересно? Я как бы люблю, на самом деле, чуть пораньше вставать. То есть, это я, ну, раньше как-то это хаотично немножко относился, то есть, там, поздно ложишься, поздно встаёшь, и вот это всё, продуктивность, конечно, падает из-за этого, со временем. Кому-то это нормально, вот я, может, это тоже как бы вопрос времени, да, то есть, возраст какого-то, но я вот выйти там прогуляться с собакой с утра и приступить за дела – это лучше, чем вот проснуться к обеду, и всё пошло по балде, в общем. Ну, вот, поэтому лучше пораньше, да, ну, я так не экстремальный, там, в 4 утра, ну, часов в 7 нормально, то есть, и жить часов в 8, там, в 9, что-то уже делаешь спокойно совершенно. А как же сосредоточение в 8, 9, 10, вообще шквал начинается, звонков, просьбы каких-то? Я просто это, ну, на проектах, на проектах я просто, ну, как бы оговариваю то, что я выхожу на связь с утра и вечером, допустим, вот, есть экстренные вопросы, то есть, я сообщений вижу, но вот переписки стараюсь не вести. То есть, контролируешь, да, всё-таки связь? Ну, естественно, да, то есть, вот, но это просто, если ты какой-то созвончик, там, по Зуму или там ещё, прости, господи, там, ответь кому-нибудь письменно, да, и тебя там ждёшь, когда тебе ответят, потом ты ждёшь, когда тебе ответят, и вот это вот начинается там, и, то есть, потерять там полчаса-час на этом, то есть, вообще в лёгкую, вот. Вот, я, ну, не экстремальный такой менеджер тайминга этого всего, да, там, я довольно спокойно отношусь, какие-то поблажки себе, вот, собака меня тоже спасает, она меня вытаскивает погулять просто иногда, и это вот как-то, ну, какой-то ритм спокойный, на самом деле, то есть, я иногда поднажимаешься, иногда расслабляешься, но это вот, нет какой-то истерики такой. Я, на самом деле, работаю, ну, часов я с перерывами, то есть, у меня тут ещё семейные какие-то дела, там, детей там, там, дочь в школу забрать, например, ещё что-то, но всё равно как бытовуха, она вклинивается, да, и, ну, где-то вот могу там часов до 12 посидеть ещё, то есть, ну, рабочий день, ну, получается, он всё равно где-то часов там 6-8, да, но он вот может до вечера тянуться, до позднего. Но самый эффективный – это с 11 до 12, когда дети легли спать, и никто больше по работе не звонит, и ты делаешь полсмены сразу за этот час. А вот смотри, мы на прошлом подкасте общались с Алексеем Веденским, и он в основном стрейбордами занимается, компанией, и у них там как устроено, то есть, он сделал стрейборд, отдал, и черновые правки от режиссёра, ну, мелкие правки, его ассистент-менеджер как бы дорабатывает. То есть, у них в производстве так устроено, что основная как бы ключевая роль, например, аниматора или там режиссёра, она заключается в том, чтобы сделать там аниматик, анимацию или там стрейборд, основную мысль донести, а дальше уже мелкими правками занимается ассистент. Вот в этом смысле, как ты думаешь, есть смысл на производстве, в организующей вот этой структуре добавить такие звенья, чтобы они не тормозили самых ключевых сотрудников, которые выполняют там базовые какие-то вещи. Вот, например, в твоём, например, в твоей команде вот ты как организовал у себя рабочий процесс, то есть, ты говоришь, что у тебя есть команда, там мы как-то распределили роли, да, может быть, ты делаешь основное там, а ребята, например, доделать какие-то там мелкие вещи, конструкции какие-то дорабатывать. Андрей, тут очень сложный вопрос, на самом деле, потому что, опять же, навыков управления людьми у меня особого нету, то есть, это всё тоже идёт как бы вот, ну, параллельно, скажем, с Риком, да, и раньше просто не было такого, то есть, ты брал себе Рик, ты его делал, сдавал, брал дело, сдавал, то есть, и от тебя люди не зависели, то есть, кто-то ещё там параллельно делал что-то и так же сдавал, и ты не знал, кто это делает. Когда ты там начинаешь в этом участвовать, как именно, как, ну, не руководитель, скажем, а как вот, может быть, как супервайзер некий, как человек, который там какой-то вот этот отдел там ригерский возглавляет, такой виртуальный. Здесь, конечно, нужно, ну, делегировать, уметь, то есть, и в разных проектах это по-разному немножко получается, вот, зависит от сложности проекта, где-то ты можешь просто скинуть, потом тебе присылают, ты смотришь, да, если какие-то грубые ошибки есть, ты там на них указываешь. Это бывает, что приходится что-то переделывать, вот, бывает, что сложные проекты, когда люди уже не тянут, или ты просто берёшь на себя часть вот этой вот такой вот полировочной работы на себя, то есть, ты не даёшь полировать другим, а ты как бы сам вот за, на финальном этапе следишь, чтобы всё было окей. И тут, я думаю, просто это вот будет меняться от проекта к проекту, то есть, вот этот подход, очень всё по-разному. А так бы, на самом деле, вот ускорило бы ригера, например, да, такой подход от студии, когда ты делаешь основную работу, а мелкие правки уже дорабатываются, например, на студии, там, такими вот ассистентами твоими, подмастери, можно их назвать. Миньоны. На самом деле, Андрей, вот я тебе могу одно сказать, что то, что каждая студия – это вот отдельное такое царство со своим укладом. Ну, вот, несмотря на то, что вроде пайплайн, несмотря на то, что вроде как бы вот всё по канонам каким-то, но вот есть специфика у проекта, которая сказывается на ригах, на том, простые они сложные, надо их композить сразу, не надо их там и так далее. И эти вещи, они очень вот бывают чисто вот так закреплены за какие-то студиями, и вот они вот из этого не выходят. То есть, вот они привыкли к определённому укладу, и вот они в нём живут. Ты можешь прийти, у тебя какая-то гениальная идея по поводу рига, да, но тебе это просто не дадут ничего сделать, скажут, что у нас уже аниматоры заряжены, они уже привыкли к этому, работают, всё. Как говорят инженеры, работает не трошь, да, то есть, вот из этой серии. Поэтому, может быть, со следующего сезона, может быть, там, со следующим продюсером, может быть, ещё как-то, да, то есть, эти вещи можно там как-то вот корректировать, скажем так. Поэтому здесь, я говорю, то есть, свои уклады такие определённые. И, ну, с этим не поспоришь, потому что, ну, разные там административные вот эти программы, как они называются, СРМ или как... Ну, типа, вот серебро какое-нибудь у кого-то одно, у кого-то другого, даже, ну, внутри вот этой вот организации, она может отличаться очень сильно из-за этого. И, то есть, вот, даже выработка ригеров, она может по-другому строиться. Ну, допустим, я ригер, да, в 2D я начал там изучать, ну, не чувствующий в себе уверенности. Могу я к тебе обратиться, например, сказать, что, вот, Илья, я хочу быть твоим подмастерьем, к примеру, да, и время от времени помогать тебе с твоей работой. Дальше уже там, как получится. Вот, такое-то возможно? Ну, у меня есть, да, у меня есть... Я просто делаю, ну, иногда ротацию, то есть, я... Есть те люди, которыми я давно, вот, еще с первых курсов, у меня ученики там, вот, я... Они у меня до сих пор мелькают на проекты, то есть, я их там беру, вот, но я делаю ротацию, то есть, я то одних беру, то другие, потому что их много становится, учеников, да, и, ну, просто всех сразу задействовать нереально, да, ну, и потом надо учитывать навыки, то есть, если человек там технически не владеет, да, вот, я подсказываю технические какие-то аспекты, да, то есть, где, 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 чего, как поднажать, то есть, обучаю. Бывает, что некоторые технически подкованы, но с рисунком беда, с анатомией, да, то есть, они, когда крутят персонажа, там идет нарушение вот, ну, каких-то вот этих центральных кассивых линий, там, чуть куда-то сползают пропорции, там, и так далее. Это, ну, культура вот еще векторной вот этой графики, штриха этого, да, она все-таки такая как-то должна чувствоваться, да, то есть, это все-таки такая эстетика. Мне нравится, как звучит культура векторной графики. Ну, ей же все равно, понимаешь, вот штриху... Я очень люблю вектори рисовать, да, ну, классно, здорово. Это графика, да, и есть, да, как раньше рисовали гелевыми ручками, вот это черным по белому, четкий штрих. Нет, ну, есть нюансы, вот тут можно иронизировать, на самом деле, но вот один и тот же проект, одни и те же установки, я делаю там видеозаписи обычно вот на проекте, такие обучалки коротенькие, да, чтобы люди втянули сразу там. И делают риги вот по канонам, по регламенту определенному, разные люди, и все равно вот их видно почерк у каждого, понимаете, вот одна и та же толщина линии, одни и те же там персонажи, примерно схожи, я имею в виду, там, но все равно будет отличие. Кто-то вот где-то заминчик какой-то свой характерный сделает на кривой, кто-то там что-нибудь пропорции исказит как-то по-своему. Все равно это вот, это, казалось бы, ерунда, да, то есть, вот эти эскиз, вот по нему обводить вектором себе и все, но нет, нет, все равно там люди индивидуальные, все равно какой-то почерк чувствуется. Или дозировка аниме у многих, да, и начинают это по-другому. Ну, это чувствовать надо, какие-то вещи просто вот понимать. И еще бывает, ты-то в курсе, ты общаешься с художниками, там, с продюсерами, там, с аниматорами, да, то есть, у тебя один круг общения, а ты переносишь все это в информацию, в свой. Они просто для тебя некоторые вещи очевидные, ты как бы в курсе, а для них это как бы еще несказанные какие-то вещи, да, то есть, они как-то вот пытаются сориентироваться, вот, ну, подсказываешь им, пишешь записи, там, скриншотики высылаешь, чтобы они быстрее как бы врубились, там, и так далее. Но понятно, что я воспринимаю нормально, да, то есть, более объективно эту картину, а они как бы, ну, может быть, не уверены, там, может, еще что-то, вот, приходится. Смотри, для входа в профессию, да, я, например, такой немножко заблудившийся, да, человек, который хочу вроде бы в анимацию, да, узнал там про гармони, там, про, я, там, может быть, даже не рисующий, да, человек, только учусь. Вот какими мне, как мне себя идентифицировать, да, подойдет ли мне риггинг, то есть, какими я должен обладать входными навыками, чтобы максимально быстрее пройти в профессию, то есть, ну, я так понял, что, исходя из твоего разговора, что ты занимаешься и программированием, у тебя есть навык рисования, да, достаточно сильный, и ты, получается, понимаешь пропорции и все остальное, какой вот набор навыков, да, придется освоить, или с каким бэкграундом нужно приходить в эту профессию уже? Ну, вот, если говорить про учеников, например, вот, техническая часть осваивается быстро довольно, то есть, в любом случае, там, месяц, два, три, то есть, с программой можно подружиться и, как бы, понимать. Это вот я не умею рисовать, я это могу, да, понять. Вот, легче всего риги, как ни странно, даются людям, которые лучше рисуют руками. Вот, как бы, вот это сразу заметно, они могут быть вообще Тунбум не знает там, но вот у меня были девчонки, которые с очень хорошими, там, навыками классического рисования, то есть, там, как бы, имели, там, опыты работы, например, в различных, скажем так, студиях, да, именно на покадровой, вот, и вот они с этой культуры, они понимают, как объем, как чего, потому что здесь не просто рисование, это же станковая жупость, когда ты, там, картину рисуешь, да, или там это, то есть, этого не даст, даже иллюстрация не дает, вот, как бы... То есть, статика не даст такого, да, понимания рига? Нет, то есть, это надо вот именно, да, то есть, держать в голове вот эти принципы анимации, понимать, и вещи, которые... Культура вот этого рисования, она анимационная, скетчинг, он другой совершенно, он не связан с академическим рисованием, наброском, да, это совершенно другой подход, поэтому вот у них это лучше получается, то есть, на выходе у них всегда чистые риги с пониманием механики, с суставами на месте и так далее, вот, и они знают, с чем они столкнутся, да, то есть, они, может быть, где-то уже что-то риги какие-то пощупали, они знают, что им сложно будет, что им будет просто, да, вот, и они поэтому стараются риг делать так, чтобы это было гуманно, прежде всего, для них самих, но при этом вот многие приходятся с нулевым пониманием Тунбума, да, вот, ну, за три месяца прям вот молодцы, теряются, пропадают, дрожат, потом раз, и все, делают офигительные вещи. А вот программирование... Ну, я на это не налегаю, потому что у нас там, ну, по курсу одно занятие, и это скорее такое просто показать, где какие кнопки, там, как что, где это что достать, и, конечно, для таких вещей нужны какие-то отдельные курсы, и желательно, конечно, чтобы это все-таки специалисты ввели, я вот не считаю себя там выдающим специалистом вот именно в программировании. Это уже углубленный, да, получается? Да, я думаю, да, вот, что вот для таких вещей, конечно, надо специального технаря, они есть, они сидят все тихонечко на студии где-то. И, пользуясь случаем, я хочу всех слушателей пригласить к нам в школу анимации на курс по 2D риггингу в Harmony, который стартует в ноябре. Даже вот сейчас мне захотелось пойти на этот курс, настолько интересная у нас сегодня беседа, Илья интересно рассказывает про профессию, честное слово, самому хоть захотелось стать риггером в 2D. Да-да-да, я тоже. Да это пожалуйста, да это пожалуйста, в очередь устроить и приходить. Ну да, и кстати, сразу, знаешь, такой вопрос, что сейчас с софтом-то вообще, где его брать, если в условиях санкции в России у нас существуют проблемы? Ну, я думаю, даже это отвечать не надо. Тут, знаете, вопрос даже не столько в софте, а просто в открытости доступа какой-то информации. Хотя я сегодня смог открыть сайт с поддержкой Тунбума, то есть, вот, которые, саппорт там и всякие эти чатики там их, тикеты, где можно там вот эти делать по каким-то проблемам своим. Вот, то есть, это в доступе. А официальный сайт как бы ушел в закрытый доступ. То есть, мы можем там, не знаю, через VPN, я даже не помню, когда я последний раз туда выходил. Вот, вопрос, наверное, времени какого-то определенного, да, то есть, насколько это все будет. Все сейчас держатся свои там старые версии, которые там кто-то в студии покупали какие-то. По Старый Борду решительно та же ситуация, да. Мы все будем ждать. Вот, я думаю, что сейчас все сейчас притаятся. Ну, в принципе, тут прикол в том, что вот я сейчас, ну, в основном 20-й работаю, да, и она покрывает все как бы какие-то задачи по работе. В 21-й там есть фишка, которой мне бы хотелось, конечно, но я вот как бы перебьюсь нормально мне. Поэтому, наверное, просто здесь будет такой немножко перекос по версиям, по этим, да. То есть, будут у нас молодежь пойдет качать самые распосления, и в них все будет делать, а студии замрут где-нибудь там на тех своих там 20-х, 17-х версиях, как они вот и были. Ну, и потом не всегда новые программы, они быстро приживаются. То есть, я что-то замечаю, то, что вот есть лак такой где-то в год, наверное. То есть, выходит вот у них осень, сейчас 22-я вышла вот эта версия, и, наверное, она на студиях появится, ну, дай бог, там она через годик. А в нынешней ситуации, мне кажется, может и вообще не плюнут на нее, там буду ждать следующего. Вот, но изучать надо. То есть, я имею в виду для тех, кто этим интересуется, все равно где-то какие-то, я не знаю, пенами скачивать тестовые версии. Там же есть эти триалки, которые позволяют познакомиться с программой. Ну, пиратки я не буду в эфире рекомендовать, но имеется в виду, всегда можно найти какой-то способ для того, чтобы просто познакомиться с этой программой. Соответственно, в идеале, конечно, с лицензией, потому что все это должно какое-то человеческое все-таки лицо иметь. Оно придет, конечно, к консенсусу, все равно как-то это разрешится. По поводу производства у меня был вопрос, может быть, на этом мы и завершим, про производственную часть, нашу беседу. Вот скажи, пожалуйста, насколько RIG костями ускоряет 2D-производство по сравнению с обычной перекладкой флэшовой, к примеру. То есть, много ли сил уходит на ригинг, на стройку всего, чтобы потом быстро наверстать, допустим. Типа мы долго запрягаем, потом быстро едем. И насколько он накладывает ограничения на анимацию? Вот RIG и Harmony именно. Или нет предела? То есть, можно воплотить все реально? Ну, во-первых, тут не должно быть такой мифологии, что на RIG все там заканчивается. Конечно, RIG удобен именно с точки зрения просто как структуры какой-то, с которой удобно работать. Но ничего не мешает его разобрать, его настроить под себя, порисовать что-то покадрово, если так прям до зареза надо, какие-нибудь смиры, фантомы всякие эти. То есть, программа позволяет? Вот. То есть, технически можно изголять как угодно и над RIG, и над процессом. Другое дело то, что бывает, что вы отдаете лейаут. Ну, я имею в виду не лейаутом. У нас это лейаутом называется, за границей это не то немножко называется. Но имеется в виду, когда собирается сцену с аниматиком, с какой-то черновой или какой-либо озвучкой, с фонами, вот это все, и начинаете ключи расставлять просто, персонажа ставить. Если вы на этом этапе раздербаните очень сильно его, то получится, что аниматор может и не справиться с вашей такой затеей. Либо ему что-то объяснять придется дополнительно и тратить на это время, либо как-то делать это потом самому. Очень часто на проектах те, кто делает сборки сцен, те сами анимируют. Ну, у нас, по крайней мере, в России это так. То есть, у нас нет такого глубокого разделения труда, поэтому как-то аниматор собрал сцену, и он ее заанимировал. И все хорошо. Ясно? Как-то так, наверное. Понятно. И, наверное, будет интересным такой глобальнейший вопрос. Может быть, даже мы сейчас, и, скорее всего, мы на него не ответим. Он у меня возник, как только я прочитал, что ты являешься членом Союза художников России. И как бы у меня родители художники, но я не учился ни в художнике, ни сам, ни член Союза художников. И мне кажется, со стороны немного другая атмосфера там. Ну, в общем, тусовка не такая, как у нас у аниматоров. И с этим связан вопрос. У нас возникали такие идеи, как создание Союза аниматоров или профсоюза аниматоров. Оно у нас где-то под коркой все время где-то находится. Мы об этом разговариваем много. А ты, как член Союза художников России, что ты можешь посоветовать нам, как крупнейшей организации по... Клуб аниматоров является крупнейшей организацией, которая собирает под своим крылом аниматоров России, СНГ и ближнего зарубежья. Какие-нибудь советы по продвижению в эту сторону, хотелось бы услышать. Если есть они. Ну, или хотя бы пофилософствовать на эту тему. Интересный вопрос, конечно. Я, несмотря на то, что у меня этот статус есть, и это прекрасная корочка, я довольно мало в последнее время рисую. И надо сказать, что у Союза художников, там у них есть свои требования определенные к творчеству, так сказать, к картинам. И это немножко, конечно, такой уклад, такой еще, который идет, наверное, из советского прошлого, да, потому что все эти Союзы, они именно с тех пор как бы начинались по-хорошему. Но они гарантировали людям как бы трудоустройство некое, то есть какие-то заказы, скажем так, и гарантировали мастерские и что-то такое, что могло бы художника поддержать. То есть какие-то выставки, какие-то выезды, какие-то конференции, там, какие-то помощь с материалами, с реализацией картин и так далее. Здесь, ну, была конкретная задача сейчас, в эпоху нашего лютого капитализма, тут уже как бы крутится кто как может, но хотя бы там какие-то мастерские, там вот эти вещи, они все еще остались, да, то есть все это пока распределяется. Вопрос по поводу аниматоров. Я не знаю, есть же Союз кинематографистов, насколько я знаю, и там, наверное, и аниматоры тоже есть или нет? Не встречали ни разу. Ассоциация эмоционального кино есть? Нет, нет, есть прям вот госорганизация, Союз кинематографистов, наверное, как это называется. Они настолько популярны, что мы про них что-то не слышали. Ну, я думаю, что эти вещи такие, они такие уже, ну, не для молодежи они, скажем так, то есть это такая вещь, которая, раньше это был статус, да, определенный, это было понимание то, что ты участвовал в каких-то выставках, в съемках, там, еще в чем-то, сейчас, сейчас это, наверное, воспринимается немножко по-другому, сейчас скорее всего на тебя будут смотреть твое портфолио, на твои какие-то вещи, и это такая, ну, вещь дополнительная сейчас будет для молодежи, то есть она, мне кажется, не будет основной. То, что касается, ну, каких-то идей, я не знаю, тут важна какая-то поддержка, наверное, да, то есть людей, которые этим занимаются на входе, ну, опять же, это какой-то комьюнити, какие-то распределения заказов, это какая-то гильдия какая-то, которая защищает, или какой-то регламент там в ценообразовании устанавливает, да, чтобы какого-то разброса там не было. Остался небольшой шаг, Андрей. Чат-бот у нас есть, есть, да, вакансии есть. Слёт аниматоров комьюнити есть, осталось только... Фонд хотим тоже развивать, да. Ну, мы, кстати, к этому идём, у нас есть некая концепция как раз, и я думаю, что, может быть, в ближайшем будущем мы как-то сделаем это всё-таки, соберём всё в одну структуру, которая будет... И будем устанавливать цены. Вносы. Платим взносы. Платим взносы. Нет, ну, понимаете, идея хорошая в том смысле, что она имеет смысл, особенно есть самородки, которые действительно стоит поддерживать, и люди рвутся в профессию, но как бы мало дверей каких-то, мало финансов, чтобы там вот сразу приобрести железо какой-то подходящий, ещё что-то, да. То есть, есть вещи, которыми можно поделиться с другими, да, то есть, и всё это как бы сделать на каком-то таком официальном уровне, что ли. Но я, честно говоря, я об этом не думал никогда, то есть, ну, могу себе представить, как это может быть. Даже приятно стало, что Animation School в принципе выполняет все почти галочки, которые сейчас Илья озвучил, да? Ну, это же здорово, ну, не на государственном уровне, ну, а это же главное делать, а оно всё делается. Это здорово, это прекрасно. На этой прекрасной ноте, я думаю, мы можем завершить. Мы сегодня поговорили очень много, кстати, о профессии риггер 2D, поняли, как идти к этой профессии, и то, что, в принципе, можно её освоить за 3, я так понимаю, месяца, 12 недель, обучаясь у Ильи на курсе. И 20 лет. 20 лет, да. Да, и получить весь 20-летний опыт от Ильи, забрать его себе, можно сказать. А ещё у нас рубрика была, чтобы Илья посоветовал к просмотру какой-нибудь фильм. Да. Или фильм, или анимационный фильм. Какой тебе понравился в последнее время, и какой ты посоветуешь нашим слушателям посмотреть? Фильм? Вы знаете, я что-то... У меня всегда из детства всплывает... Это не свежак какой-то прям вот, это старый довольно фильм, это, наверное, 80-х годов, и их смотреть, может быть, немножко сейчас будет скучно. Даже не скучно, а вот как бы тайминг, где другие были. Жизнь другая была по ритмам. Это Рене Лалу есть такой француз. У него была когда-то вещь такая называлась «Властелина времени». Это фантастика такая довольно специфическая. И мне очень нравится там эстетика такая, вот такого ретро-вэя вот такого 80-х. И у него несколько фильмов, ну, наверное, вот можно какую-то посмотреть, вот любую, в принципе, взять. Рене Лалу зовут его, французский режиссер. Он очень интересный, это такая европейская анимешно-ретро-вэйвовская какая-то такая вот штука. Ретро сейчас очень модно. Я не знаю, что сейчас модно в плане каких-то тенденций, каких-то трендов. Но вот можно, обратив внимание, просто хотя бы, если не видели, то как бы немножко в другой вот этот пласт культуры окунуться, и вот я помню, меня в детстве это очень сильно впечатлило, мультик про «Властелина времени». Он такой как бы непростой, скажем так. Но детям можно посмотреть. Обязательно посмотрим. Надо рубрикатор нам уже делать, да? Мне кажется, люди записывают, смотрят уже. Когда была пачка индийских фильмов, уже реакции были такие интересные. Потому что к нам индийские фильмы хлынули в Россию, потому что, как бы, Запад от нас временно отвернулся. Ну что же, ребята, на этой ноте мы завершаем наш выпуск. Сегодня у нас в гостях был 2D-аниматор, Ригер Илья Исков. Спасибо нашему уважаемому, интереснейшему гостю за отличную беседу. А с вами были Андрей Тренин, Мирбек Имаров и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн школы анимации animationschool.ru. Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, нажимайте на колокол. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?» Оставайтесь с нами. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok